Добрый день дорогие друзья! Покажу сегодня программу под названием SuperTunes. Как вы поняли название это программа для управления MyTunes. Она появляется в таком вот статусной строке. Видите в виде значка наушников и название программы SuperTunes. Давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Во-первых, здесь же можно открыть iTunes. Смешно, да? Также можно с помощью сочетания клавиш, как можно увидеть Ctrl, Command и Space, то есть пробел, можно открыть тот же самый iTunes. То есть вот у нас со мной запущена программа и мы делаем сочетание клавиш эту и у нас запускается iTunes. То есть можно с помощью этого hotkey... О! Видите, у меня уже был открыт iTunes. Не странно. Вот видите, фильм здесь показывал. То есть он получается сразу запускает и что у нас был последний открытый? Там музыка, фильм или подкаст, а он запускает первый фильм или композицию какую-то. Сразу начинает воспроизведение. Итак, давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Если мы запустим какую-нибудь музычку. Допустим, да? У нас здесь пишут название музыки. Давайте закроем. Можно следующую включить, но удобно делать это с сочетанием клавиш. Если у вас не Apple-овская клавиатура, то это очень удобно. То есть, допустим, Command, Ctrl и Brown. У нас получается следующая песня. Можно запомнить, конечно. Можно подсматривать. Play Song. То есть Command. Смотрите, можно подписать название файла и нажать Play. Название песни. Тоже очень удобно. Чтобы не захитривать тюнса, просто это, как сказать, поиск такой. То есть следующая, предыдущая. Громкость также здесь. То есть Command, Ctrl. Стрелочка вверх, стрелочка вниз. То есть вы поняли, да? Show at work. Ну, давайте посмотрим. Ничего не происходит. А-а-а-а. То есть название песни и название исполнителя. Вот, видите? Можно и время отмечать. То есть можно просто название песни. Bring iTunes to Front. То есть, ну, выводит окно iTunes, как вы поняли. Пауза так же, как и запуск плеера. Ctrl, Command и Space. То бишь пробел. Так. Также здесь можно включить повтор. Перемешивание. Поставить рейтинг песни. Показывать слова, которые в песне есть. Ну, здесь у меня, видите, нет в песне слов. Ну, можно, конечно, пользоваться и песней клавиатурой. Вот так не закрывается. Давайте посмотрим, что у нас ещё там есть. Да, что такое? Свернуть, значит, в мини-плеер. То есть вот такой вариант. То есть прямо оттуда. Тоже сочетанием клавиш. Видите, да? Тоже очень удобно. Открыть при затарте. Schedule, это значит, ну, после... Ну, в какое-то определённое время. То есть, чтобы компьютер выключился, перезагрузился или просто вышел учёт на запись пользователей. В определённое время. Да, даже такой есть. Давайте посмотрим в настройках. Здесь можно включить какой-то определённый пункт. Поставить галочку, видите? И также можно для него назначить свой хаткей. То есть, своё сочетание клавиш. То есть... Вот, по сути, всё, что выполняет эта программа. Она более подойдёт тем, у кого нет стандартной Apple клавиатуры. Тогда обязательно подойдёт. Ну вот, спасибо за внимание. Ждите ещё.